Субтитры сделал DimaTorzok И когда она ставила перед гробом Нитаро романтичную свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного тоннеля на свет. После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки Отами. У Отами был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже просуществовать. Усуми надеялась, что по истечении 49-дневного траура она подыщет Отами мужа, и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять зятем ее Китти, который приходил с Нитаро двоюродным братом. И поэтому, когда на следующее утро после первых семи дней траура Отами занялась уборкой, Усуми испугалась чрезвычайно. Усуми в это время играла с внуком Хиродзи на наружной галерею задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе. — Слушай, Отами, может, это плохо, что я до сих пор молчала. Но как же так? Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти? Голос Усуми звучал скорее жалобой, чем упреком. Однако Утами, даже не оглянувшись, весело произнесла — что ты, матушка? И этого было довольно, чтобы Усуми вздохнула с облегчением. — Вот как! — Конечно! — Разве ты можешь так поступить? Усуми без конца ворчала, повторяя свои жалобы, но ее слова звучали все более растроганно. Наконец, по ее морщинистым щекам потекли слезы. — Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша? С полными слез глазами Утами взяла Хиродзи к себе на колени. Почему-то, застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые ценовки. Утами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитару. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала Усуми. Утами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. Усуми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако Утами каждый раз отделывалась ответом «Ладно, до следующего года». Это, несомненно, и беспокоило Усуми и радовало ее. Беспокоясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года. Но и в следующем году Утами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. Усуми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговоры о ее замужестве, отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды. — Слушай, Утами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины. — Нельзя. — Да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хиро жалко, и тебе неудобно, а уж мне каково. — Так вот и возьмем Юкити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты. — Тебе-то он родственник, а для меня совсем чужой. — Ничего, если я потерплю. — Да ведь терпеть-то не год и не два. — Ладно, это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно, зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком. — Так-то так, Отами. Дойдя до этого места, Усуми всегда многозначительно понижала голос. Только очень уж поговаривают кругом. — Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим. Такие беседы повторялись много раз, но это только укрепило, а отнюдь не поколебало решение Отами. И в самом деле Отами работала еще усерднее, чем раньше. Не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест тому, чтобы ввести в дом чужого. В конце концов, Усуми совсем бросила разговоры о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно. Отами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делалось с единственной мыслью — ради Хиру. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиций. Отами была чужая. Она переселилась в эту местность из суровых горных областей. Усуми часто приходилось слышать от соседок, у твоей Утами сила не по росту. Вот недавно она таскала по четыре связки рису сразу. Усуми выказывала невестке свою благодарность одним — работой. Ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стряпала, стирала, ходила по соседству за водой. Хлопот по дому было немало. Но сгорбленная Усуми делала все с веселым видом. Однажды осенью Утами вернулась поздно вечером с охапкой сосновых веток. В это время Усуми с внуком Хиродзи на спине растапливала ванну в узкой коморке с земляным полом. Холодно. Что так поздно? Сегодня работы было больше. Утами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных соломенных сандалий варадзи, подошла к очагу. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. Усуми хотела было сейчас же встать, но с Хиродзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бадье. — Иди сейчас же купаться. — Купаться? Я проголодалась. Лучше сначала поем картошки. Пожарила, матушка? Усуми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом — печеным сладким картофелем. Давно готова. Наверное, уже стыла. Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню. Хира уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель. — Ничего. Сегодня ужасный холод. Внизу никак нельзя спать. С этими словами Утами сунула в рот дымящуюся картошку. Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина свертела, целиком попадала Утами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, Усуми по-прежнему держала картофель на огне. Проголодаешься от такой работы. Усуми время от времени поглядывала на невестку глазами, полными восхищения. Но Утами при свете головешки только молча запихивала в рот картофелины. Одну за другой. Утами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчину, Усуми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме работ в поле и в горах, Утами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но Усуми, не жалуясь, гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась, не покладая рук. Больше всего при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку. Утами у меня молодец. Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет. Но хозяйственную жажду Утами не так-то легко было утолить. Еще через год она заговорила о том, чтобы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в пять тан всего за 10 йен глупо во всех смыслах. Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по полтораста йен. Но хотя у Суми и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотливое. Ворчливым тоном она возразила невестке, смотри, Утами, я, конечно, от тебя не сбегу, сбежать не сбегу, но подумай, мужских рук у нас нет, в доме маленький ревун, и так уж работа не в проворот. Это ты зря говоришь, где уж тут справиться с шелковичными червями, подумай немножко и обо мне. Когда Утами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводить шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада. — Да уж ладно, с садом я ведь сама справлюсь, — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь. С этого времени Усуми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и вдобавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше. Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, Усуми, сидя на скамеечке под лампой и глядя поверх очков, которые она надевала по вечерам, осторожно навела речь на этот предмет. Сейчас нашей семье назначено рыть могилу. Тут, без мужчины. — Ладно, я сама пойду рыть. — Как? — Ты? — Женщина? Усуми хотела нарочно рассмеяться, но, взглянув в лицо невестки, не отважилась. — Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инке, старушкой без дела, хоть и окруженной почетом и покоем? Утами, обняв колени и скрещенных ног, насмешливо бросила эту шпильку. Неожиданно задетое заживое, Усуми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила, этого она и сама не понимала. — Еще что выдумаешь? Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? Делить нашу землю — грех перед предками. — Да, да, я это говорила. Но как подумаешь, всему свое время, тут уж ничего не поделаешь. Усуми всеми силами доказывала необходимость иметь в доме работника мужчину, но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения, желание пожить в покое. Заметив это, оттами, не перестававшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недоступная Усуми бойкость языка. — Тебе-то что? Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне не весело так сохнуть. Я не из хвостовства остаюсь вдовой. Иной раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так. Да видишь. Вспомнишь, что все это ради семьи, ради хиру, а все равно плачешь и плачешь. Усуми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно, сколько ни старайся не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговорилась до конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так. — Видишь, отами. В жизни не все делается по рассудку. Подумай-ка об этом. А я ничего больше не стану тебе говорить. Минут двадцать спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, в полголоса напевая песенку. Молодая тетушка нынче вышла на покос. Эй, ложись-ка, травушка, срежу я тебя серпом. Когда песня замерла вдали, Усуми еще раз поверх очков кинула взгляд на невестку. Но отами только зевала, вытянув ноги. Ну, давай спать. Завтра вставать рано. С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага. После этого Усуми молча страдало три-четыре года. Это было страдание старой, выбившейся из сил кляча, на которую надели хомут. Отами по-прежнему без устали работала в поле. Усуми по-прежнему, не покладая рук, исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры, отрезкая отами. За то, что не согрела ванну, за то, что забыла подсушить ячмень, за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти по привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Херодзи привязался к ней больше, чем к матери. С виду Усуми почти не изменилась, а если изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней, о Суми, она, слава Богу. Однажды в летний солнечный полдень, О Суми судачилась с соседками в тени виноградных лос, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты. Это были окурки сына, которые она усердно подбирала. А что там о Таме? Верно, косит? Такая молодая, а все делает сама. Что уж, для женщины домашняя работа куда лучше. Нет, видно ей больше по душе работы в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже семь лет ни разу в поле не выходила. Ну, хоть бы пополоть. Целыми днями только и знает, что на детей стирать, да одежду чинить. Оно и лучше, чтобы на детей приятно было посмотреть, да и самой принарядиться, хоть перед людьми не стыдно. Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло? Это? Это бык стрельнул. Бык? Здорово. Да. Полоть в такую жару, да под солнцем, и молодой-то трудно. Так мирно беседовали старухи-соседки. Больше восьми лет после смерти мужа, отамия одна держала на своих женских плечах всю семью. За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь снедает хозяйственная лихорадка, и, конечно, не была больше для деревенской молодежи молодой тетушкой. Зато она стала примерной невесткой, образцом женской добродетели. Посмотри на отами-сан, можно было услышать от всякого как поговорку. Усуми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей в голову не приходило жаловаться, но в глубине души, может быть, и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Херодзи. Усуми сосредоточила на двенадцатилетнем мальчике всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой, последней опоры. Однажды, в ясный осенний день, Херодзи со связкой книг под мышкой, Стремглав прибежал из школы. В это время Усуми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Херодзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и, сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом, ни с того ни с сего, серьезно спросил. — Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек? Усуми невольно придержала нож и взглянула на внука. — Почему? — Это сказал учитель на уроке морали. Мать Херодзи — самый замечательный человек во всей округе. — Учитель? — Да, учитель. Это правда? Усуми сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи. Для Усуми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, Усуми принялась ругать о Тами так, что сама на себя стала непохожа. — Это ложь. Это сплошная ложь. Твоя мать до одури работает в поле. Вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабку то туда, то сюда. Она грубая. Херодзи испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А Усуми, может быть, испытывая раскаяние, вдруг заплакала. Поэтому-то у бабки одна надежда. Ты, ты этого не забывай. Как только тебе будет семнадцать лет, сразу женись. Дай бабке вздохнуть. Твоя мать терпелива. Она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабке и за себя, и за отца. Да, если ты так поступишь, и бабка тебе дурного не сделает. Все тебе отдаст. Когда сливы поспеют, ты мне их дашь? Херодзи перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды. Да, да, как же не дать? Ты хоть годами мало все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала. Усуми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту. На другой вечер после этого маленького происшествия Усуми из-за пустяка жестоко поссорилась с Отами. Все началось с того, что Усуми съела картофель, предназначавшийся для невестки. Но слово за слово, ссора разгорелась, и Отами с насмешливой улыбкой сказала, «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». Усуми сильно обозлилась, еще больше, чем накануне. Херодзи в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушки на колени. Но Усуми даже растолкала внука и долго бронилась. «Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать. Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько. При твоей матери денег у нас немного прибавилось. Это правда, но наша земля, целая Т и Тритан, все это было вспахано в первый раз еще дедом и бабкой. Как же так? Мать говорит, чтобы я помирала, если я хочу на покой. Хорошо, Отами, я умру. Я не боюсь смерти, но тебя, Отами, я слушаться не стану. Да, я умру. Конечно, умру, но после смерти не дам тебе житья. Усуми громко бронилась. Бронилась и обнимала плачущего внука. Но Отами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала. Однако Усуми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Доя, памятным днем в честь наступающего нового сезона, Отами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же, перед болезнью, Отами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. Там ты, наверное, и заразилась, со скрытым упреком говорила Усуми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом. В день похорон Отами шел дождь. Но в деревне все до единого во главе со старостой собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся Отами и выражали сочувствие Хиродзе и Усуми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоится официальное засвидетельствование за слугу Отами. При этих словах Усуми оставалось только склонить голову. Что ж, такая судьба. Надо примириться. Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайство о признании за слугу Отами-сан. Мы пять раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать? Мы с этим примирились. Примиритесь и вы. Так по обычаю говорил Усуми добрый лысый староста. В ночь после похорон невестки Усуми с Хиродзе легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте, но в эту ночь на алтаре горел свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны непривычным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому Суми долго не могла заснуть. Смерть Утами, безусловно, принесла ей большое счастье. Теперь она могла не работать. Могла не бояться выговоров. Сбережение у нее было три тысячи йен, земли одно Т и тритан. Теперь они с внуком могли каждый день в волю есть рис, могли в волю целыми мешками покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения Усуми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения. Но в памяти ясно встала одна ночь девять лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух. Все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука. Усуми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, Усуми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек. Что и сын Нитаро, так злосчастно женившийся, и невестка Оттами, тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившиеся за девять лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшие ее предчувствия будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. «О, Тами, зачем ты умерла?» Не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы. Только около четырех часов о суме усталая наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря. Это Рюноски Акутагава. Японские писатели, в общем, классик. Желаю, один из самых значительных японских писателей вообще, что уж говорить о 20 веке. Ну, впрочем, он прожил очень недлинную жизнь, всего 35 лет. Родился в 1892-м, умер в 1927-м. В Японии есть довольно крупная, если не самая крупная литературная премия имени Рюноски Акутагавы. И это рассказ, написанный в декабре 1923-го года, он называется Ком Земли. Редактор субтитров Корректор А.